Добрый день, уважаемые средства массовой информации. Добрый день, уважаемые жители страны. На этой неделе исполняется 100 дней с тех пор, как правительство Натальи Гаврилицы вступило в должность. Многое можно сказать по этому поводу, но вывод один. Это правительство потерпело крах, полный крах. Невероятно, как эти люди, которые до вчерашнего дня давали всем уроки нравственности и надлежащего правления, сегодня разрушают все, что попадается в их руки. Но давайте возьмем по очереди. Мне не хочется вас утомлять. Я обозначу лишь некоторые из огромной волны проблем, которые умудрилось создать правление Майя и Санду с тех пор, как взяла власть в свои руки. 60 человек скончалось вчера от COVID-19. Позавчера скончалось 51 человек. Более 100 человек за два дня унесло жизнь жителей нашей страны. Однако неизвестно точное число тех, кто умер от осложнений, вызванных COVID-19 или другим заболеваниям. Объявление Министерства здравоохранения о выявлении сотен регистрированных, но не учтенных в отчетах случаев смерти вызывает много вопросов. Что же касается процесса вакцинации, то она протекает очень медленно, а министр здравоохранения прячется от журналистов, где обещанная прозрачность, где меры по борьбе с пандемией, их просто нет. Чего же еще нам ожидать? Еще один из ряда вон выходящих, безответственный и совершенно лишенный логики жест, вызвавший возмущение и критику, который себе позволил один из депутатов ФДС, опубликовав в интернете фотографию вакцинации мужчины прямо на улице. Вскоре эта фотография была удалена. Мы неоднократно требовали срочного открытия мобильных социальных аптек. Вы помните, наш проект был в парламенте 10-го созыва, проголосован, но Конституционный суд его отменил. Чтобы цель его была, чтобы люди в первую очередь в селах имели легкий доступ к лекарствам. Было собрано почти 200 тысяч подписей в поддержку этого проекта, который правительство, на наш взгляд, даже не читало проект. То есть уличная вакцинация всем кажется нормальной, а вот мобильные аптеки нет. Мы часто задаем вопросом, почему все это происходит? Это из-за некомпетентности, непрофессионализма, который проявляет или вы намеренно хотите уничтожить страну. Еще один провал внешней власти. Это невероятных масштабов, последствия которого мы долго еще будем ощущать. Это, несомненно, энергетический кризис. Они пришли в начале августа к власти, но вспомнили, что договор по поставку газа истекает, когда уже ударили первые морозы. Ну что ж, ведь госпожа Гаврилица и компания были заняты кадровыми перестановками в правительстве. Некогда было заниматься ценами на газ. Подписание соглашения с «Газпромом» является полным провалом правительства Майи Санду. Это бесспорно. Помимо немоверной цены на газ, молдаване должны будут заплатить еще 300 миллионов долларов из-за некомпетентности и глупости кабинета министра Майи Санду. Речь идет о штрафных станциях, которые власти нашей страны признали подписанием контракта с «Газпромом». Они даже не пытались обсудить эту проблему. Скоро придут фактуры. Вот и посмотрим, какие хорошие времена ждут этой зимой наших жителей страны. Газ подорожал, бензин подорожал, солярка подорожала. Электричество вскоре тоже станет дороже, не говоря уже о продуктах питания и других услугах, которые также значительно выросли в цене. Насколько далеко зайдет эта ситуация? Все это происходит вкупе с пандемическим кризисом, который поставил на колени многие сектора, а люди остались без рабочих мест, без доходов и без поддержки со стороны государства. В этот период особое внимание должно было быть уделено сельскому хозяйству, являющемуся важной отраслью, поддерживающей экономику Республики Молдова. А мы по-прежнему видим, как сельскоспроизводители жалуются, что им некуда продавать свой урожай, и что им приходится просто выбрасывать урожай на дороге. Мы по-прежнему видим и считаем, что к этой отрасли должно быть особое внимание и незамедлительно. Мы требуем, и наша фракция вчера выступала в брифинге, чтобы государство срочно вмешалось и массово поддержало отечественных сельхозпроизводителей не только субсидиями, но и созданием централизованного механизма закупок, в том числе авансом сельхозпродукции от производителей, которым некуда ее продавать. К сожалению, предложения оппозиции не принимаются во внимание нынешним парламентским большинством. Теперь давайте подойдем к достижениям. Правительство Натальи Гаврилицы сумело привести экономику Республики Молдова за порог краха и за роста цен последней времени. А весной мы можем столкнуться с беспрецедентным кризисом, который приведет в том числе и к девальвации национальной валюты. Между тем, внутренний и внешний долг растет, и мы ожидаем рекордной инфляции. Друзья, это не шутка. Все, о чем я сейчас говорю, это далеко не преувеличение представителя оппозиционной партии. Нет. Выйдите на улицу и спросите у жителей города, у жителей нашей страны, как и о чем они думают, и как они сегодня живут. Когда будете говорить с людьми, скажите им также, что в 2020 году у нас будет самый слабый национальный бюджет с момента независимости нашей страны, без инвестиций, без проектов развития. Это будет строго потребительский бюджет, бюджет выживания, бюджет в стиле правящей партии. Картина вырисовывается мрачная, и это не проблема. Парламентские коллеги Натальи Гаврилицы позаботились о том, чтобы добавить чуть ярких красок. По телевизору отныне все будет выглядеть красиво и хорошо. В эти минуты идет отчет как раз тех людей, которые сегодня, по всей вероятности, останутся без работы. ПДС сделала карманную кампанию телерадио Молдова голосами парламентского большинства, вопреки протестам гражданского общества и международных экспертов. Отныне общественное телевидение и радио будет заботиться о том, чтобы вещать нам, что времена, в которых мы живем, хорошие, а большие счета и рост цен последнего времени – это всего лишь оптическая иллюзия. В заключение хочу сказать. Правительство госпожи Гаврилицы продемонстрировало за 100 дней все то, что она знает и все то, что она может. Это провоцировать кризисы, а посему наше мнение, что это правительство должно уйти в отставку, пока не довело страну до полного выгорания. Сегодня в парламенте Республики Молдова мой коллега Денис Сауланов предложил, чтобы отчет о 100 днях работы правительства Республики Молдова происходило в парламенте. Ведь именно парламент избирал и премьер-министра, и состав данного правительства. К сожалению, правящая партия ПДС не поддержала инициативу оппозиции так, как это было и ранее. И кроме всего, у нас такое ощущение, что правительство нынешнее, оно не читает и не вникает в те проекты, которые подает фракция партии ШОР. Потому что за все время работы этого правительства ни один проект, ни одна инициатива фракции партии ШОР не была сделана профессионально. И ни одной инициативы нашей не было поддержано положительным заключением правительства госпожи Гаврилица. Мы считаем, что это абсолютно неправильно, потому что в проектах и инициативах, которые подает оппозиция, это проекты для людей. Это проекты, которые могут улучшить жизнь людей. Спасибо за внимание.